Всем привет, ребята! Я не ожидала, что мое первое видео в сообществе ВКонтакте так хорошо зайдет, но мне правда очень приятно, и раз уж вы меня так поддерживаете, я решила не откладывать и выложила уже новое видео, которое вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Всем приятного просмотра! Всем привет, друзья! Вы находитесь на моем канале. Сегодня весь ролик мы будем с Тимом. Мы будем ходить по разным занятиям, секциям, или как это называется, для малышей. Очень многие спрашивают, куда можно ходить с маленьким ребенком. И мы вам сейчас покажем это. Да, мы сегодня обойдем все различные секции, покажем, как мы будем там заниматься. Мне кажется, это будет вообще интересно, потому что мы только выводили на плавание, а тут нас... На самом деле, сколько мы нашли секции? 4-5? Ну, где-то в районе этого числа вы увидите, что мы будем сегодня делать. И посмотрите. Погнали, поехали! У Тима сегодня релакс дэй. Он только что поспал. И сейчас будет заниматься. Он, наверное, думает, господи, мне всего лишь полгода, а вы меня куда-то уже притащите. Так, ну что у нас? Первая наша локация. Это Baby Sorry, Mama Sorry. Монте-сори. Я первый раз об этом слышу. Не знаю, что это такое. Нам сейчас все расскажут, покажут. Пригласим. Первый раз, в общем. Меня зовут Юля. Вы нам будете помогать, да? Я вам буду рассказывать, да. Сейчас мы пройдем в класс, и вы все увидите. В класс? В классе? Да, в 6-массичном ребенке. Ну, в общем, мы не знаем, что это такое. Сейчас будем все смотреть. Давайте кратко, что это? Монте-сори – это педагогическая система, созданная итальянским педагогом в начале 20-го века. Это система развития для детей от нуля до... От нуля. До... А что развивает именно моторику? Не только. Это комплексный подход. То есть он сегодня мама скажет ровно. Чисто. Ну, посмотрим. Ну, давайте проверим. Ну, в общем, пойдем смотреть. Ого! Как тут круто! А сюда именно с родителем приходят? Или оставляют детей вам? Это группа первая. Она группа вместе с родителем. Мы здесь знакомимся с семьей. Сюда они начинают ходить. А потом постепенно детки растут, и отсюда они переходят в группу постарше, уже без родителя. А у нас есть определенные правила, Дима. Смотрите. Руки чистые? Ребенок там приходит, говоря, может, хочешь этим позаниматься, можно пойти за столик. Видите, здесь все материалы лежат на подносе. Да. Мы берем разы и переходим с вами вот сюда. А, чтобы он свои вещи всегда куда-то... Да. Давайте телефон. Не раскидывал, да? После того, как ребенок закончил занятие, мы говорим ему, ты закончил, можно убрать с собой. Мы берем этот подносик и относим на полочку обратно. Конечно, дети делают это далеко не сразу. Не убирали. Да, первое время важно, чтобы родители мастить его. А потом постепенно они начинают это делать самостоятельно. В принципе, так можно 24 часа тут потусить. И все. Ну, ребенка не хватает на 24 часа, поэтому занятия с малышами длится час 20. На, сам попробуй. Видел, как я делал? Попробуй, повтори. Ну, сейчас вы... Это всегда. Сейчас хочу, чтобы вы вам не дали первое, что... Особенно новые даже предметы, даже ребенок там полтора года, скорее всего... А вы все это обрабатываете после каждого? Да, конечно. Серьезно? Обязательно мы вам все, что... Смотри, как батя делает. Давай, покажу. Синее. Смотри. Все, все, все. На, бери. Все. Ну, отдай. Отдай. Нет, все. Отдай, Дим. Нет, все. Отдай. Ох, все, бери, ладно. Дима. Вот и наш дом. Мы переехали. Диме лишь бы все из торта. Душки-то столочки. Едем на подушки. Давай я попробую. Давай, на. Тут плывет кораблик. Тут плывет кораблик. С одной патимушечкой. С одной патимушечкой. С одной патимушечкой. Занятие закончилось. Детям обычно очень тяжело уйти с занятий и переключиться с одного вида деятельности на углу. Это для них такой сигнал, что вот мы заканчиваем, мы задули свечку, мы попрощались. Если вы сейчас задуете за него, конечно, старшие дети уже задывают сами. Я просто попрощаюсь с вами, спою вам песенку. До свидания. Аня, Дима и Тим. Аня, Дима и Тим. До свидания. Тим. Вот так. Вот так. Да. До свидания. До свидания. Тим, до свидания. Ручкой маши. Пока-пока. Тут куча всего. Все очень маленькое. Я здесь тебя чувствую просто огромным великаном. Потому что здесь очень все маленькое. Для маленьких деток. Здесь учат детей мыть зеркала, чтобы помогали по дому. С самого раннего возраста это все вкладывают детям в голову, что ты самостоятельный, ты можешь все делать сам. Здесь очень низкая раковина. Очень. Вот такая она маленькая. Мне нужно прям вот сесть. Помыть полы вместе с ребенком. Здесь есть большая швабра. Ну, на самом деле, знаешь, вот честно скажу, есть же богатенькие, у которого есть обслуживающий персонал. Ну, это тоже вот такая. Больше, конечно, людей, кто этим не пользуется. Ну. Если вот богатенькие сюда придут и такие, нет, моего ребенка не надо учить. Какого-то. Ну, я думаю, что, надеюсь, что не все такие. Нет, ну, я просто уверен, что есть такое. Да, и с самого детства оно не дает обучать детей. Ну, есть по-любому такое, да. В работе именно. Да? Ну что, мы сейчас пойдем на бэйби-йогу. Я ни разу не была, не видела, как это происходит. Будем сейчас вместе с Димой пробовать. И с Тимом, да? Да? Так, я сюда. Сидите, он не сидит пока. Ну, сам нет. Мы так его присаживаем, кажется. Присаживаться, да. Все, начинаем именно лежа. Начинаем наше занятие с разогрева. Да, в наших занятиях обязательно идут потешки, песенки. Мы с ними поем, разговариваем и так далее. Заводим моторы. Правая ножка вперед. Поехали. Заводим моторчик. Давай, отпустим меня. Отпустим меня. И левая ножка вперед. И лодочка дальше не плывет. Встали, стоим. Ой. Вот это брезко чай после рук. Да, да. Хорошо. Я держу вот такой захват. Ага. Ага. Тимочка. Будем вставать сейчас аккуратно на ручки. Вверх рукой поддерживаем. С каждым занятием, когда ребенок привыкает, и мама, мы даем еще больше упражнено. И теперь колбасы покатились и гладим. Опа. И мама тянется вперед, вытягивается спинка, ага, животик подтягивает. Слышишь колбаса? И поднимаем, и целуем. Смотри. Вот так раз, он прогнулся, и ты его кладешь к себе. Он уже прогнулся. Я боюсь. У него работает спина, ты за ним следи. То есть ты его чувствуешь. Он уже прогнулся и ложился. Чего прям перевернуть так? Вот попробуем. Я срочно. Поднимай. Вот. Посмотрите, видишь, он уже... Вот. И это у нас все это очень аккуратно. Он там что-то смеется. Да, им нравятся эти упражнения очень. Будем делать бабочку с этой стороны и вот так летать. Захватываем. И работаем. Бабочки летают. И слюни. Бабочки летают. Куда? Илья. Ты забавдежишь. Илья. Так, случились непредвиденные... Хотя предвидимые. Непредвиденные. Далеко. Как бы все и так было ясно. Чего? Семь раз подустал чуть-чуть и захотел кушать. Кушать, а я после кушания, он все время у нас спит. Поэтому мы много еще чего не показали. Вот он сейчас уже у нас вот лежит кушает. Сейчас вырубится. И мы пойдем потихонечку покажем вообще, какие приколюхи есть. Потому что тут реально куча всего. Каждый класс Монтессори вам строится на свой возраст. То есть вы были сейчас в классе... Да-да-да, вы были сейчас в классе, или он называется Ниду, или он называется группа вместе с мамой. Туда приходят малыши от нуля до двух лет. Ну от шести месяцев, как у вас, до двух лет. Когда там уже исчерпан весь ресурс вот этой среды, для них строится следующая среда. Она сложнее. Она сложнее, они здесь находятся без мамы, здесь больше самостоятельности. Давай пройдемся, посмотрим, что тут есть. Все опять в мини-версии. Там было микро, здесь мини. Ну если я сюда начну, мне кажется, у меня все мимо поедет. Это слишком далеко. Мы почему-то такого мнения были. Нам просто сказали, что лучше не стоит показывать мультики там на английском и на русском. Или просто на английском и при этом на русском говорить. А вот сейчас говорят совсем другие слова. Послушайте. В формулировке Монте-Сори-метода есть такое понятие синтезивные периоды. Вам о нем рассказывали уже. Ну это период времени, когда мозг наиболее чувствительен к определенным раздражителям. Период развития речи от нуля до шести лет. Речь впитывается интуитивно, не заучивается как грамматику. Вы знаете английский язык? Хорошо? Плохо. Плохо, да, знаю. Но если бы вы слышали английскую речь и потом начали в раннем возрасте, да, от нуля до трех лет, когда мозг впитывает все особенности речевого произношения, но это входит и дыхание, и артикуляция. Поэтому английские мультики действительно не рекомендованы. То есть это нужен именно человек, который говорит по-английски? Хорошо, если у ребенка есть возможность иногда слышать английскую речь. В общем, мы посмотрели все эти занятия. Мне очень понравилось Baby Yoga. Это было очень необычно. Когда я переворачивала вот так вот Тима, у меня сначала было очень страшно, но... Реально? Ты когда чувствуешь ребенка, это совсем по-другому. Ты понимаешь, что ему комфортно, он веселится, ему это весело. И это очень, короче, классно. Еще мне сказали, что есть прикольные штуки. Это Baby Contact, живая музыка вместе с мамой. Ты, короче, приходишь, там симфонический оркестр играет на это, и ты прям все это познаешь. Но это не точно. Это надо просто изучить, посмотреть. Просто нам сказали, подходит для шести месяцев или нет. Тоже проверим. Погнали дальше на плавание. Hello, hello. Проходите. Так, ну что, у нас следующий локейшн. Давай шапки возьмем. Давай посмотрим, какие есть. Так, ну это отстой стопудово. Смотри, какие охеренные. Я вот это одеваю, а они вот эти, слоники. Мы сейчас пойдем в раздевалку. Встретимся уже в купельниках. Меня заставили. По-другому это не объяснить. Давай, заставили. Кто тебя заставлял? Если вдруг вы будете делать с этим нарезки, побольше, пожалуйста, тогда делайте сразу. Вам хана будет. Я сам к себе, чтобы ребенок не испугался, сначала должен привыкнуть к воде, прижать к себе, прижать. Погладить по спинке и немножко полить водой по спине. Аккуратно. Все очень мягко. Никаких резких движений. Папа получит по лицу. Тим, за что меня бьешь? Теперь немножко начинаем менять положение. Аккуратно. Слева полушка, правая полушка. Качаемся без резких движений. И аккуратно вперед. Нашим кольцик на спинку. Аккуратно. Назад. Тим у нас очень любит плавать. На самом деле, он веселится на заднем фоне. Он нас в Таиланде вообще такой вот варял. Нырял там, дайвинг. Мы ходили в бассейн месяц. Когда ему было где-то 2-3 месяца. Что-то такое. Так, Тим. Покажем всем, как ты нырять у меня есть. Только не резко. Ой-ой-ой. Тим, ныряй. Понял. Глад был, да? Тим, еще раз давай попробуем. Давай. А ты залей. Еще. Молодец. Он просто так закричал, как будто. Молодец. Твое внимание должно быть у него на лице. Не отвлекайся, хорошо? Да. Ты должен контролировать. Вся команда должна быть туда. Ты видишь, куда у него глаза готовы, и он это сделает. Пошел. Молодец. 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 Как мы греться, пошли в баньку. Мы сегодня устали, я думаю, что Тим тоже. Наверное, для вас этот ролик пролетел очень быстро. А мы его снимали целый день. Да. Целый день. Но нормально, он улыбается, ему весело. Он хотел что-то опять сказать, да? Да. Говори, дорогой. Я хотел концовочку сказать, но ты скажи сначала вот эту предконцовочку. Тиму на самом деле очень мне понравилось. Он просто весь день улыбается, он тут такой энергией, он прям заряжается, мне кажется. Он кайфанул, да. Я думаю, что надо его почаще вводить на такие всякие различные занятия. Я говорю, он весь к Диму. Вот Дима никогда не сидит на месте. Вот он, видимо, тоже. Чижи в жопе у него. Просто я шила вроде. Ну давай концовку ты говори, давай. Будем знать, ребяточки, поставьте за этот ролик лайк. Он получился как обычно, я уверен, что вам понравится. Комментарии напишите. И давайте мы за прошлый ролик десяточку скинем вот этому человечку, кто там победил. Потому что я писал, у Ани за лучший комментарий получает десятку. Ты красавчик. Пишите под этим тоже дохерящие комментарии. Подожди, у меня задание. Если ты какое-то видео из моих всех роликов, которые у меня есть на канале, не посмотрел, бегом смотреть. Бери попкорн, чаек с медиком. И смотри. Мы стараемся. Лайкосик. Мы погнали.